Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня мы у Николая Лукинского, любезно. Я напросился к нему в гости, чтобы... Да, я давно уже ждал вас, Геннадий Петрович, и давно мы уже планировали встретиться. И я очень рад, что вы приехали на самом деле. И заметили, все, кто мне звонят, я первым делал, говорю, у меня в гостях Геннадий Петрович Малахов. Спасибо, спасибо. Мне очень приятно. Коля, ты как спортсмен, победитель, король ринга, тебе, конечно, интересно будет узнать о целебных свойствах продуктов, для того, чтобы еще быть сильнее, еще быть моложе, и еще радовать нас своим юмором и также соперником, кулаком. Да, и просто мне очень нравится самочувствие, которое я имею, благодаря занятиям спортом, поэтому все, что связано со здоровым образом жизни, мне, конечно, очень интересно, близко, и хотелось бы знать побольше и научиться. Прекрасные, прекрасные порывы, прекрасные мысли у тебя. Дело в том, что действительно здоровье – это платформа, которая обеспечивает успех в жизни, семейная, самореализация, творчество, и все, 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 все. Если не будет здоровья, толку не будет. И вот начнем с чаев. Многие пьют различные чаи, а здоровье начинается с воды. У нас примерно 80% воды. И насколько она будет здоровая… Вот я не знаю, тут у меня стоят, большая коробка чая стоит. Давай, давай. И просто, я откровенно скажу, не разбираюсь. Вот это мне подарили такие вот чаи, они просто вот разводные. Ну, очень хвалили, очень, значит, рекомендовали. А дикая вишня, дикая вишня, еще какой-то чай, это какой-то, ух, молотый лун. Энергия написана. А, энергия, а, это травяные чаи. Восстановление, наверное, травяные чаи. Восстановление, это очень хорошо. Липа, да, липа. На самом деле это полезно, да, и сила. Липа и сила. Вижу, вижу сбор. Да, вообще коробка просто вот с черным чаем, который тоже мне подарили, кстати, говорю, на Алтае. Но я вам скажу откровенно, вот мне что вот да эти вот чаи, что вот да эти. Я их пью все без особого, как бы, различия и без особого смысла. То есть, просто, вот меня когда спрашивают, черный чай или зеленый? Я всегда говорю, черный, потому что я зеленый чай просто не понимаю вкус. То есть, как бы для меня питье чая, это с детства, я знаю, что надо пить чай. И все. Да, а какая польза вреда или вреда от него, я, откровенно говоря, не знаю. Это прекрасно. Дело в том, что все чаи черные, зеленые, они обладают вяжущим, дубящим вкусом. И когда человек пьет их постоянно, что происходит? Происходит, что наши сосудики, по которым течет, естественно, водичка с чая, они начинают приобретать жесткость. И если это повторяется в течение десятков лет, естественно, ну, у всех, естественно, становится черствыми, и ничего удивительного нет тому, что... В смысле, жесткие становятся сосуды, да? Да, жестковаты. Именно от черного и зеленого чая, которые обладают вяжущим вкусом. Сильным, вяжущим, терким вкусом. Получается, что сосуды перестают реагировать на эмоциональные какие-то потрясения, они перестают реагировать на погоду, то есть не расширяются, не сужаются. И когда человек заволновался, давление поднимается, сосуды должны расшириться, они не расширяются. И происходит что? Человек чувствует, ему больно в висках кровь тучит, и иногда они и лопаются, и получается инсульт, инфарк. То есть это вредно, да? Вот это такое состояние засуда поновременно, да? Поэтому, если... Задубевшая, конечно. Поэтому важно их сделать мягкими, эластичными. Оказывается, такой микроэлемент кремний, который находится в некоторых растениях, он как раз... Не, 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 не. Ни в коем случае это не выбрасывать, это свои специфические чаи. Вот. А я предложу чай из Иван-чая. Извините за коломбон, чай из Иван-чая. Это кипри. Очень удивительно. Да, такое имя чай здесь? Да. Другое название кипри. Она такая, знаете, розовая метелочка у нее имеется. И самое интересное свойство, что это чай. Кстати, мы сейчас его и заварим, и попробуем. Так. Индивидуальная мера как раз. Да, да, да. Опа! И, кстати, вот я здесь заварю, но лучше всего заварю, это подкрышечка и посуде глиняной. Глина еще дает дополнительные свойства. Заливаем. Давайте я достану. Места пустынь. Хватит. Опа! Еще, 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 еще. Хватит. Теперь в эту. Итак, мы начинаем оздоровление с воды. Будет у нас вода здоровая, будет она нести нужную мягкость, и наши сосудики будут оставаться эластичными. А здоровье сосуда говорит о том, что мы будем жить долго водотворно. А почему это чай, если вода играет роль? Нет, ну вода, естественно. Вода, значит, вода лучше, конечно, бывает. Если в воду мы наливаем не в стеклянную, а в ленинную посуду, то она еще приобретает дополнительные свойства. Она становится более целебной, нежели та, которая в керамике или просто в стекле. Угу. Уже хорошо? Угу. Плюс теперь мы, в зависимости от того, какой чай, а чай мы поговорили, что они терпим вкусом. Сейчас попробуем вот этот вкус чая. А иван-чай, это уже другая история, это уже не те традиционные чаи, да? Да, а оказывается, на самом деле, это традиционно русские чаи, которые использовались до того времени, как черный и зеленый чай с Китая и с Индией поступил к нам. Мы пили этот чай. Ну конечно. Так вот, удивительно, растение кипрей, оно удивительно тем, что оно растет первое на пустошах после пожара. Это такое растение, обладающее, значит, особыми свойствами. Особым смыслом даже, да? Особым смыслом, да. Вот это особое свойство, смысл, естественно, будут наши сосудики делать. Очищает природу и очищает организм. Можно сказать, не столько очищает, как они, это растение является мощным жизнедателем, потому что оно первое. Ни одно на гаре не растет, на пожаре, а это растет. То есть вот эти свойства она вольно-невольно передает нашему организму. Николай, знаешь ли? Ложечки дать сюда? Ну давай ложечку. Кстати, вот теперь о ложечках мы поговорим. Очень интересно. Что за ложечки? Ложечки у меня в логике. А, ложечки в логике. Хорошо. Ложечку ты купил? Этой ложке удобно доставать варенье из глубокой банки. Я специально покупаю такие ложки. Сейчас мы перейдем к ложечкам. Заваренный чай тогда считается заваренным, когда вот эти все чаинки опустились на дно. Как только не опустились, все, процесс заварки окончен. Так вот, как раз этот Иван-Чай будет нам давать силу делать наши сосудики мягень. И самое интересное, он еще обладает хорошим вкусом. Оказывается, еще королева английская до того, как вот эти чаи пошли из Индии, она у нас покупала и копрский чай возили туда. Ну, потом для того, чтобы все это нарушить, там, подмешали партию и всю эту торговлю поломали. Но, тем не менее, традиционно наш чай. Теперь, вот мы поговорили о воде. Мы поговорили о шиповнике. А вот шиповник еще заваривает. Шиповник, шиповник, шиповник. Отличная вещь, шиповник. Шиповник, мешок с шиповником. Хорошо, пускай. Это полезнее, чем черный? Я считаю, что полезнее. Почему? Интересно. Полезнее тем, что, в первую очередь, он содержит больше биологически активных веществ. Значит, вот эта вот сама окраска, такая красненькая, она придает организму силы. И вот эти пигменты красящие, они способны тому, что начинают растворять камушки, почки, печени. Ну, а на сосуды-то не дубят они, нет? И особо они не дубят, потому что шиповник обладает каким вкусом? Ну, сладким. Нет. Если туда добавят сахара, если туда добавят меда. А так он обладает изобилие витамина С кислым вкусом. А точно, точно, да. А кислый вкус что делает? Кстати, теперь мы поговорим, какие вкусы. Морщит лицо, я знаю, что кислый. Хорошо. Вот, Николай предложил мне вот такую ложку. Ложка удобная, и варенье хорошо с нее достать. И даже мед. Да, и даже мед. Но, единственное, как бы сказать, загвоздочка в том, что она измержал в стали. Мне нравится вообще ученые тем, что они исследуют, исследуют, и потихонечку выявляют такие особенности. В нашем организме живут микробы. И оказывается, те микробы, которые живут у мужчин в предстательной железе, для того, чтобы они размножались, им нужен никель, чтобы они с него сделали ферменты, которыми они будут расщеплять клетки предстательной железы. Поэтому, если вы хотите избавиться от простатит, чтобы у вас не было никаких проблем по мушкой части, постарайтесь заменить на серебро. Серебряные ложки – совсем другое дело. Это уже бактерицидные вещи. Вот. Они хорошо тут и теплоту отводят. Мы сироток. Это традиционно, да, серебряная посуда, но она скорее для сервантов, чем для стола. Лучше пользоваться, не жалеть. Правильно. Для того, чтобы быть здоровым и по мужской части, и по женской части, используйте серебряные ложечки. И, кстати, чтобы не быть голословным, Николаю подарим серебряную ложку. О, ты, Геннадий, спасибо. Наборчик и вилочек. Спасибо большое. Вот это тебе серебро настоящее. Спасибо. Это пускай будет освещено твое личное серебро, куда бы ты ни поехал теперь, все ты с собой привозишь и ешьешь. Гастрольный вариант. Да, гастрольный вариант. Итак, а что же теперь использовать в качестве сахара? Ну, все мы любим сладенькое. Да, да. Все любят сладенькое. Обычно сахар. Вот что делает сахар? Ну, вот мёд. Или мёд. Да, мёд я привожу с Алтая, когда часто езжу на гастроли. И это гречишный горный... Гречишный мёд с горного Алтая. Гречишный мёд с горного Алтая. Очень вкусный. Очень вкусный. Вкус это хорошо, а польза это другое. Оказывается, то, что собрано с травок, оно уже имеет и микроэлементы, и вообще. Мёд это удивительный такой природный, как бы сказать, продукт, который произведен воздухом, растением, почвой, климатом. Всё это собирается в растении, в растении, да. Пчёлка прилетела, всё это собрала, и потом ещё переработала, переживала и положила. И оказывается, мёд бактерицидное средство, раз, оно значит всех этих микробов, желчегонное, два, ну в большом количестве, конечно, тоже этого не надо, а то может и сахарный диабет. Гречишный мёд содержит ещё такие микроэлементы, которые способствуют кроветворению. А о кроветворении мы поговорим особенно отдельно. Так вот, мёд прекрасный продукт для того, чтобы использовать чай, но, чтобы, можешь с мёдом, можешь как угодно, чтобы мёд действовал, он не должен класться в воду свыше 43-45 градусов, он разломается, и становится просто-напросто сладкая водица, а полезные свойства исчезают. Поэтому, мёд, мёд, великолепная вещь, гречишный, отлично, особенно для женщин. Кстати, вот смотрите, у нас есть тут инжировое варенье, инжировое варенье, вроде вкусная вещь, но так как там содержится сахар, оказывается, сахар способствует тому, что он сушит организм. Сам по себе сахар, да? Сам по себе сахар, да. Вот, а для того, что мы... Я вам скажу, что у нас в семье, как бы, последние годы мы от сахара вообще отказались. У нас, в принципе, я даже не уверен, вы сказали, сахар у тебя есть, я не уверен, что у меня сахар есть. Сахар есть, отлично, отлично. И также и с соль, такая же история, очень, очень мало. Хорошо, хорошо. То есть сахар вреден, в принципе. Так вот, оказывается, Бог говорит, чем его вред заключается? Опять-таки, все, конечно, количество раз, но тем не менее, так как мы часто его употребляем, он подсушивает наш организм. И он, как мы с тобой лысые, нету прически, нету никаких украшений. То есть нету никаких микроэлементов, которые должны идти в его связки. Вот другое дело, инжир сухой. Он содержит сахара. А, инжир сухой, такой же, как варенье, только сухой. Да. Плюс здесь содержится клетчатка. На леске. Открывай. Находится клетчатка, которая в причаепите у нас. А что мы сахар? За здоровьем. Разбухает. Вот все эти волокна тоненькие впитывают в себя различные шлаки, микробы там. И улучшают перистальтику. Обилие пищи без волокон. Особенно чайпитки у нас с различными сушками. Способствуются к тому, что у нас вообще останавливается кишечник. Особенно толстый. Возникают там запоры, неприятные ощущения. А то уже, если у нас получается человек, как и отлично он заболевает. Это вы имеете ввиду там пирожные, десерты, всевозможные конфеты, да, то, что мы с чаем пьем. Торт. Все тоже самое, да. Все это обезвоживает организм. А вот, посмотрите, дрова у нас продукт имеется. Николай, попробуй. А это хурма, сухая хурма. И смотрите, она высохла, и сахар выступил. Но покрытие сахаром просто. Вот. Но своим внутренним, тот, который наш организм усваивает. Плюс, здесь опять-таки содержится клетчатка, различные пигменты. Косточки, конечно, мы выбросим. Смотрите, какая мякоть. Ну вот она как, как буквально таки варенье. Десерт, да? Да. Опять-таки съедаем. Вот многие жалуются, что вот. Трудности у них с опорожнением кишечника. И недельку поедите, и все у вас наладится. Вместо пирожных, друзья, вы дополните внимание. Более того. Вместо сахара, пирожных, зефиров, конфет. Вместо сахара, это же такие сахара, которые питают сердце. И. Сразу же спортсменам совет. Если вы хотите иметь здоровое сердце, пейте чай. Травяной, лучше всего с полевого хвоща, с Иван-чая, с Киприя. Кстати, можно действительно еще доливать и пить. Ему можно раза два смело заварять. И ешьте курму. Сердце у вас будет здоровое, сосуды чистые. Пейшестник работает великолепно. А вы скажите, как по цене получается покупать суперфрукты вот такие? Или конфеты, торт. В принципе, оно то же самое, да? Я думаю, что то же самое. Я вот так раз зашел там купил. И я в основном действую так. Чашечка такая, как вот у тебя чая. Чая. И одну. Один плод. Плод хормы я съедаю. Все сладко и хорошо. И великолепно чувствую. А понимаете, если сладкого слишком много, я уже сказал. Это дорога к сахарному диабету. Почему так широко у нас распространен? Но у нас постоянно мы сами себя пичкаем сладкими продуктами. Вот она природная сладость. Я уже знал, что вы придете в гости. Я уже купил пастила, конфеты, пряники, в общем, ну как бы. Пастила, конфеты, пряники, вот все, что было перечислено. Можно так сказать, да, вкусно, хорошо. Но, а, 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 и таким образом получается, чаи, которые мы с вами пьем, они позволяют нам не просто получать какие-то вкусные, приятные вещи, но и полезны. Благодаря вот этому травяным чаям мы с вами ведем прекрасную профилактику от простудных заболеваниях, от заболеваний ротовой полости, от желудочных и кишечных заболеваний. Чтобы у нас не было никаких там запоров. Продляем жизнь и даже внешне выглянем намного лучше. Вот что делает чаи. Да, кстати, я хотел вам сделать комплимент, Геннадий Петрович. Вы в последнее время, ну-то я скажу так, не скажу похудели, а заметно постройнели. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok